Здравствуйте друзья, сегодня мы с вами рассмотрим еще одно редкое в наших краях устройство от компании Acara LED драйвер постоянного тока T11, которое предназначено для управления светодиодными светильниками, например LED лентами. На дату выхода обзора гаджет сложно найти в продаже, на алиэкспресс я его не встречал, заказывал специально для того чтобы познакомить вас с этим продуктом, с Taobao, ссылку я оставлю в описании. Если со временем устройство появится на алиэкспресс, я обновлю ссылку. Разберемся с тем как работает этот гаджет, что умеет и в каких системах управления умным домом его можно использовать. Модель HLQDQ01LM. Тип устройства LED драйвер постоянного тока. Интерфейс ZigBee 3.0. Входное напряжение 200-240 вольт, переменный ток. Максимальное выходное напряжение 50 вольт, постоянный ток. Максимальная мощность 12 ватт. Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50 градусов Цельсия. Размер 167 на 41 на 31,3 миллиметра. Как вы уже успели заметить, поставляется устройство простой белой коробки, характерной для товара Вакара, предназначенной для внутреннего китайского рынка. Из оформления только логотип на фронтальной части, до перечень параметров сзади. В комплекте поставки нашелся драйвер, комплект крепления, состоящий из пары саморезов и небольшой буклет с инструкцией. Инструкция на китайском, но все нужное можно понять и так, в частности табличку, где описаны положения переключателей драйвера и схема подключения светильника. Гаджет имеет вытянутую форму в корпусе из белого пластика. В отличие от RGBW драйвера Акара, про который я рассказывал некоторое время назад, тут имеется свой блок питания, поэтому герой обзора подключается напрямую к сети электропитания. Драйвер рассчитан на стационарную установку с креплением на потолке или стене. С обеих сторон, контактные площадки прикрыты съемными крышками и подключение проводов легко производить уже с установленным на место устройством. В сравнении с уже упоминаемым RGBW драйвером, герой обзора существенно больше по размерам, но зато не требует внешнего блока питания. Справа сверху на передней крышке находится светодиод активности и кнопка сопряжения и ручного управления. На крышке корпуса продублированы технические параметры про которые я уже сказал, а также таблица для установки положений переключателя, который регулирует выходной ток. С левой стороны тройная колодка с двумя контактами для подключения питания от сети фаза 0. Работать будет и в том случае если вы перепутаете порядок подключения, но я рекомендую всегда проверять фазу и подключать все по схеме. С другой стороны двойная колодка для подключения ленты и тройной переключатель режимов, по умолчанию выставлен на минимальный ток. При тестировании у меня был установлен режим максимального тока, самый нижний в таблице. Все переключатели свеча в положении включено. Перейдем к подключению устройства. Как я уже сказал ему не нужен отдельный блок питания. Подаем стеть на входные контакты. Моя тестовая LED лента, которую вы уже видели в обзорах имеет 5 контактов, общий плюс это черный провод, его я подключил к соответствующему контакту драйвера. И 4 минуса на каждый цвет, я использовал белый. После подачи питания на драйвер включается и лента. Забегая вперед в последней установленной яркости. Но об этом чуть далее, пока перейдем к логической части. Родное приложение управления для этого драйвера Acara Home. Переходим в раздел добавления новых устройств, выбираем Acara T11, драйвер постоянного тока. Далее указываем шлюз у меня от M2. Кстати, нормально работает и с камерой Acara G3 и с шлюзом M1S. При первом подключении драйвер сам переходит в режим сопряжения, это видно по мерцающему синему диоду. Если он не мерцает, нажимаем на 5 секунд кнопку на корпусе. Устройство добавляется как умный блок питания Acara T11, в приложении он определяется как лампочка. В основном окне приложения виден статус светильника и уровень его яркости. Тут можно, не заходя в плагин, только включать и выключать. В плагине имеется два основных окна, первое называется статический. Тут можно, кроме включения и выключения, регулировать уровень яркости при помощи ползунка посередине. В нижней части имеются предустановки, по умолчанию тут есть два режима, яркий на 80% и ночной на 20% яркости. При необходимости можно создавать и сохранять свои предустановленные настройки яркости. Динамический режим подразумевает смену яркости в течение времени, повторяемое заданное количество раз либо по кругу. Можно создать и свой режим смены освещения. Указываем правила повторов. Указываем имя для сцены, длительность и яркость свечения, а также время перехода от одного состояния к другому. Например, таким образом можно создать сценарий, имитирующий рассвет и закат, либо смену яркости в качестве уведомлений на какое-то событие. Окно настроек, тут практически все стандартно. Обновление прошивки на дату обзора не было, но проверить не мешает. Есть функция объединения в группу, но так как в этой системе у меня нет других светильников, то объединять не с чем. Смысл заключается в том, чтобы управлять несколькими устройствами как одним. Скорость работы устройства при управлении через базовое приложение карахом. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Перейдем к автоматизациям. Приложение Kara Home существует два раздела, если и тогда. В разделе если находятся триггеры, то есть те события которые вызывают действие автоматизации, и условия дополнительные параметры, если они есть, то автоматизация сработает только если при событии триггеры будут выполняться условия. Для героя обзора есть два триггера включение и выключение и два условия включено и выключено. Также драйвер может участвовать в действии автоматизации за это раздел тогда, автоматизация может включать и выключать питание светильника, переключать его состояние, регулировать его яркость и активировать предустановленную или сохраненную статическую или динамическую сцену. В качестве примеров для понимания работы, в автоматизации на левом скрине обрабатывается событие триггер включения драйвера, когда оно происходит передается команда питания телевизора через ик-базу. В двух других автоматизациях триггером является датчик открытия, реагирующий на отдаление магнита от сенсора. Состояние драйвера включено или выключено служит условием. Если драйвер выключен, то сразу происходит его включение, а если включен, то с задержкой в 10 секунд выключения. Еще пример работы драйвера с лентой в автоматизациях из моего обзора камеры шлюза Acara J3 В этом разделе я провел замеры напряжения на выходной колодке драйвера в зависимости от яркости, на максимуме порядка 9,3 В. Минимальная яркость ленты при значении примерно в 7,4 В. При отключении напряжение плавно падает почти в ноль. Сила тока. На максимальной яркости около 390 мА, чуть меньше чем написано в таблице. При минимальной яркости значение уходит за пределы разрешения этого режима тестера. При восстановлении питания автоматически включается и светильник с последней установкой яркости, даже если он был выключен перед сбоем. Перейдем к Apple HomeKit. К слову говоря, в Acara Home для iOS никаких новых опций отсутствующих версий для Android нет. Если управляющий шлюз проброшен в HomeKit режиме моста, он автоматически перебросит туда и подключенное к нему устройство. Здесь драйвер тоже определяется как обычная лампочка. С главного экрана виден ее статус и можно включать и выключать ее. Если перейти в плагин лампочки, тут есть управление ее яркостью. В принципе ничего другого она не умеет. Само собой она может участвовать в автоматизациях наряду с другими устройствами, которые проброшены в систему и отображаются как один из аксессуаров моста, к которому подключена. Благодаря тому, что это соединение работает локально и не зависит от интернет канала и облаков, работает все весьма быстро с минимальными задержками. Перейдем к ZigBit UMQTT, актуальная версия на момент съемки видео 1212121. Устройство залетает в систему без проблем, поддержка данной модели штатная, необходимости в создании внешнего конвертера нет. Все определилось корректно, к слову над картинкой явно никто не поработал, просто квадратик вырезанный из официального постера. Как и другие устройства с стационарным питанием в ZigBit сети, драйвер является роутером и может служить для расширения покрытия емкости сети. Приведу скрин из своего обзора стика Sanof CC2652P, тут видно что дочерние устройства охотно цепляются именно к нему, а не к координатору, как это чаще всего и бывает. Вот все опции из вкладки Exposes доступные для этого устройства. Включение и выключение. Управление яркостью, тут используется 16-ти ричная шкала от 0 до 255, где 255 это 100% яркость. Также есть несколько эффектов, правда по факту они не работают, но нет никаких проблем создать любой эффект при помощи автоматизации. В Home Assistant пробрасывается две сущности, светильник и сенсор качества уровня связи, причем сенсор по умолчанию деактивирован, но может быть включен при необходимости. Управление то же самое, включить выключить и шкала управления яркостью, как обычная лампочка без регулировки цветовой температуры. Сразу отмечу минусы. Не обновляется статус Last Thin. Непонятно работает устройство или нет. При этом конечные устройства подключенные через него работают нормально. Статус обновляется только при получении команды. Этот минус лечет за собой второй. При ручном включении или выключении статус Z2M тоже не меняется. Что особенно неудобно при сбое питания, после которого светильник включается, а Zigbee2MQTT об этом не знает. Перейдем к SLS шлюзу. Подключение гаджета стандартное, переводим шлюз в режим Join, а на драйвере зажимаем кнопку сопряжения. На дату проведения теста отдельного конвертера под драйвер не было и он определяется как неподдерживаемый. Но работать с ним можно используя уже существующий 52 конвертер, предназначенный для RGBW драйвера Akara. Для этого на странице информации об устройстве нажимаем кнопку установить конвертер вручную и устанавливаем номер 52. После этого получается такая картинка. К слову сказать, все данные об устройстве уже переданы автору прошивок, поэтому в релизах, которые выйдут после даты этого видео, будет штатная поддержка драйвера со своим конвертером. Если не обращать внимание на несколько лишних сущностей, и с таким обходным решением можно полноценно работать включать, выключать, менять яркость, больше все равно тут функций нет. Благодаря SLS шлюзу решается проблема включения освещения после восстановления питания. LED светильник включается, но сразу же отключается, это лучше чем светить постоянно. Кстати раньше, когда не было режима сохранения состояния для Zigbee лампочек Akara и они вели себя так же, SLS шлюз тоже их автоматически так гасил. К плюсам устройства можно отнести то, что тут все в одном корпусе и блок питания и драйвер. Правда лично мне не совсем понятен смысл ручного выставления силы тока при помощи переключателя и интервала выходного напряжения до 50 вольт, поэтому буду благодарен за ваши комментарии по этому вопросу. К минусам проблемы с обратной связью, не обновляется параметр Lastin, изменение статуса при восстановлении питания или ручном управлении, хотя возможно это недоработка конвертера, не помешали бы режимы работы при восстановлении питания. На этом все, надеюсь видео было вам интересным, буду благодарен за ваши лайки. Если вы еще не подписались на мой канал, не поздно сделать это прямо сейчас. Кроме YouTube канала, я веду еще Telegram канал, где публикую различные интересные материалы по тематике умного дома. Ссылку на него, а также другие полезные ресурсы вроде каталога устройств для умного дома, вы найдете в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...